Захар Прилепин в Архангельске популярный писатель и общественный деятель. Сегодня встретился с архангельскими журналистами и представил свой новый роман «Обитель», действие которого разворачивается в Соловецком лагере особого назначения. Также у автора запланированы встречи с читателями в Архангельске и Северодвинске. Юлия Майданова расспросила Захара Прилепина не только о литературе, но и о политике. Книги Захара Прилепина уже изучают в школах и вузах, и он не скрывает, что ему это приятно. А также считает, курс литературы в школе надо несколько изменить, а именно убрать из списка роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Прилепин объясняет, в романе описаны ситуации, не имевшие места в реальности. Про Соловецкий лагерь Прилепин сам написал книгу «Роман-Обитель». Он вышел в 2014 году и стал бестселлером. На встрече с архангельскими журналистами автор представил роман и пояснил ситуацию с Солженицыным. В книге «Архипелаг ГУЛАГ» действительно много ошибок. Это не моя точка зрения, не только моя. Есть уже целые книги, и там она, эта тема написана. Там обнаружено много по объективным причинам, много несуразности, передержек. Изучать историю родной страны по этой книге не самое правильное занятие. Поэтому я предложил не то, что убрать Солженицына, я предложил заменить архипелаг ГУЛАГ на один день Ивана Денисовича и на другие его художественные тексты. На эту тему начался скандал о том, что Прилепин предлагает убрать Солженицына, занять его место. Все это чушь собачья. Я не могу занять место Солженицына априори. Захар, а по паспорту Евгений Прилепин, закончил филологический факультет, в 90-е служил в Чечне, после занялся журналистикой и общественной деятельностью. Он состоит в Национал-большевистской партии. Его первый роман «Патологии» был опубликован в 2004 году. С начала боевых действий на Украине Прилепин неоднократно бывал там и организовывал акции по сбору средств пострадавшим. Солдат, политик и писатель Прилепин считает, что в современной России и в современной российской литературе много достойных личностей, о которых, к сожалению, мало говорят. Для того, чтобы как-то себя уважать, нужно говорить, что ничего не происходит, поэтому я читаю только классику. На самом деле, люди, которые так говорят, они классику тоже не читают. Они просто так говорят, что они читают классику. На самом деле, они еще не в курсе, что происходит. Они могут назвать там фамилию несчастной Донцовой, которая ни в чем не виновата, и там еще кого-нибудь, но это все фигня. В России сейчас с нами живет и работает гениальный писатель Александр Тереков. У нас есть очень сильный писатель Олег Ермаков. У нас есть замечательный писатель Миша Тарковский. У нас есть наше поколение и Роман Сенчин, и Миша Елизаров. Поэт и гражданин. Так сложилось, что в России эти понятия неотделимы. У того, кто пишет книги, всегда спрашивают, кто виноват и что делать. Разумеется, архангельские журналисты расспросили Прилепина о политике. Скажите, пожалуйста, что будет, когда уйдет Путин? Он не показывает нам своего преемника, а среди оппозиции народ особо не выделяет эту фигуру, достойную президентского кресла. Однажды, когда мы с ним встречались, я спросил Владимир Владимирович, каким вы хотите остаться в памяти народной, суровым либо милосердным? Он говорит, а почему остаться? Я никуда не собираюсь, сказал он. Поэтому при живом-то батюшке-царе говорить о его уходе. Вот ситуация, показательная ситуация на Донбассе и в Новороссии. Я не говорю, что это повторится в России, не дай бог. Но, смотрите, вот эта ситуация, она возникла, и там появился сразу целый класс людей, которые готовы брать ответственность за свою государственность новую. Эти мужики есть, и они найдутся. Про войну писать проще, чем про любовь, считает Захар Прилепин. С войной все понятно, а вот описать женщину занятие не из легких. Прилепин говорит, что в этой теме пока не чувствует себя уверенно, но будет стараться. Юлия Майданова, Алексей Молоковский, Новости РНТВ, Архангельск.